МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем обращение президента. А пока к другим новостям. Правительство Петербурга дополнительно выделит около 2 миллиардов рублей на покупку или строительство жилья семьям с детьми-инвалидами. Об этом губернатор Александр Беглов заявил во время своего традиционного радиообращения. По словам главы города, очередь для этой категории жителей Северной столицы ликвидируют уже в этом году. Вышли на рекордные короткие сроки получения многодетными семьями городской помощи в жилищном вопросе. За счет рекордных объемов финансирования сократили ожидания до одного года. Это позволит нам ликвидировать очередь на жилье нуждающихся многодетных семей в следующем году и в дальнейшем оказывать им содействие в год обращения. Также Александр Беглов отметил, что правительство Петербурга одобрило предоставление земельных участков для трех новых школ их построят по концессии в рамках нацпроекта образования. В Красносельском, Пушкинском и Невском районах. Также инвесторам предоставили три участка под строительство новых образовательных объектов в Приморском районе и Кронштадте. Там появятся школы, в поселке Песочный новый детский сад. В Красногвардейском районе будет модернизирована трансформаторная подстанция номер 24, а в Колпинском реконструируют две улицы. Проекты были одобрены сегодня на совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Так, совхозный проспект преобразится в двухполосную проезжую часть, оборудованную шумозащитными экранами, а один из участков загородной улицы станет четырехполосной дорогой. Ширина тротуара 3 метра, ширина велосипедной дорожки 2 метра. То есть здесь велосипедная дорожка предусмотрена. Все согласования получены, общественные обсуждения проведены в районе, замечаний в ходе общественных обсуждений не поступало. Также на совещании было одобрено возведение нового жилого квартала в Невском районе. Помимо 11 многоквартирных жилых домов, инвесторы построят 4 детских сада, поликлинику, библиотеку и школу. При этом на территории сохранятся и постройки, имеющие статус культурного наследия регионального значения. Работы по их восстановлению и реставрации строители взяли на себя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что правительство города обязало инвесторов обеспечивать все возводимые жилые комплексы, социальные инфраструктуры. И эти требования соблюдаются. Петербург готовится к значительному расширению парка общественного транспорта. В следующем году город собирается закупить 60 автобусов, более 70 трамваев и 19 троллейбусов. Об этом в ЗАГС собрании городским депутатам рассказали представители комитета по транспорту и компаний-перевозчиков. Кроме того, в 2024 году в Северной столице планируется отремонтировать более 24 километров трамвайных путей, открыть парк для электробусов и закончить ремонт депо на улице Грибакинах. Для повышения комфорта перевозок отметили специалисты комитета по транспорту. Была проведена кропотливая работа по корректировке маршрутов. Мы внесли корректировки, уже более 1500 корректировок маршрутной сети. Это изменившиеся трассы, продление, новые маршруты добавили, расписание комитетировано. Это такая живая работа. Поэтому с точки зрения маршрутной сети и глобальных изменений на следующий год мы не планируем. Однако, безусловно, понимаем направление развития. Это наши новые застраиваемые районы. Особое внимание специалисты уделят развитию транспортной инфраструктуры на Васильевском острове. Кроме того, в городе продолжится работа, направленная на предоставление приоритета общественному транспорту. В заключении встречи депутаты пообещали передать обращение пассажиров представителям заинтересованных ведомств. Почти 14,5 тысяч петербургских подростков, по официальным данным городской службы занятости, этим летом планируют подзаработать программы временного трудоустройства. Старшеклассников активно поддерживают и родители, и работодатели. За полный месяц при 4-часовом рабочем дне подросток получают 11 750 рублей. Еще полторы тысячи доплачивает город за отработанный полный месяц. Это гарантированный минимум. Какие-то деньги добавит наниматель. Ребят ждут и госкомпании, и коммерческие фирмы. Александр Громов оценил рынок труда в рублях и человека-часах. Так, ребятки, занимаемся прополкой. Это растение называется остильба. Вырываем цветок, траву вырываем, цветок оставляем. Пока одни подростки ловко расправляются с сорняками, другие старательно рыхлят почву. На этих клумбах Марина Голуб трудиться будет все лето. Объясняет, несмотря на ранние подъемы в заслуженные каникулы, работа для нее всегда праздник. Я здесь подружилась с очень, скажем так, классными ребятами, которые общительные, дружные, доброжелательные. И с ними просто приятно общаться и вот работать тоже вместе. Подростки работают по четыре часа в день. И по словам своих наставников, от профессионалов почти не отличаются. Это помощь, это не обуза. Они очень хорошо помогают, прополкой занимаются, сгребают. Есть дети, которые уже не первый год работают здесь. В принципе, они уже знают, что делать. Кира Савченко лыка вяжет проворно. Стягивая древесные ленты, девушка мастерит заготовки для игрушечных птиц. В музее кукол девушка устроилась, чтобы подготовиться к будущей профессии. Кира мечтает учиться на детского психолога, помогая сотрудникам и юным посетителям становится самостоятельной. На какие-то вещи дорогие, которые я бы, наверное, не попросила у родителей. Потому что хотелось бы уже на свои деньги пить. Все-таки уже как взрослый человек. Найти работу по душе, говорят в комитете по труду и занятости Петербурга, может любой подросток. Школьников ждут помощниками в офисах, магазинах, службе судебных приставов и даже на радио. Авторизация на портале «Работа в России» происходит через авторизацию, через госуслуги. Ребенок попадает в личный кабинет. В личном кабинете ему необходимо создать резюме. Там он выбирает обязательно, что это временная занятость и опыта работы у него пока нет. Устроиться на летнюю работу, напоминают эксперты, еще не поздно, вакансий хватит всем. Кроме того, продолжить трудовую деятельность подростки могут и во время учебного года. С одним условием, если работа не будет мешать школьным урокам. Александр Громов, Андрей Осин и Петр Калядин. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Институт антропологии может появиться в Петербурге. Об этом заявил ректор СПБГУ Николай Кропачев на открытии 15-го Конгресса антропологов и этнологов России. Предполагается, что новое научное объединение будет создано на базе всех антропологических направлений Санкт-Петербургского госуниверситета. Это где-то пять кафедр, десяток образовательных программ. Это и социологи, это и философы, это и лингвисты и так далее и тому подобное. Ну, историки, естественно. В работе Конгресса принимает участие более тысячи ученых со всего мира в течение четырех дней. Они обсудят важнейшие темы современной антропологии не только биологические аспекты, но и социокультурные. Например, одна из секций посвящена антропологии женской домашней повседневности. Интересно, потому что это часть обычной жизни. Это не только верхушечные исследования элит, но это исследования массовых настроений, норм поведения, образа жизни, систем жизнеобеспечения. Поэтому повседневность, она и историков интересует, традиционных. История повседневности одной из таких перспективных и давно разрабатываемых направлений наряду с исторической памятью. И этнологи тоже вышли на эту тему. Добавлю Конгресс антропологов и этнологов. Проходит раз в два года и является одним из важнейших событий научного мира. О других событиях в коротком обзоре. На завершившемся в Кронштадте международном военно-морском салоне работали 11 делегаций из-за рубежа. Это в частности представители Алжира, Мьянмы, Вьетнама, Индии и Марокко. Всего же за время работы салона, его мероприятия и территорию парка остров Фартов посетили более 50 тысяч человек. В Петербурге увеличилось число пациентов с наркозависимостью. Сейчас на диспансерном наблюдении в городской наркологической службе состоит около 30 тысяч человек. Высококвалифицированную помощь зависимым оказывают в городской профильной больнице. Врачи ведут и амбулаторные наблюдения, а также при необходимости помогают пациентам восстановить документы и трудоустроиться. Музей железных дорог России принял полутора миллионного посетителя. Им стала туристка из Курганской области. Для ее семьи провели индивидуальную экскурсию с посещением будки товарного паровоза. Ну а после почетных гостей ждал чай и сувениры. Я добавлю, что музей железных дорог России один из крупнейших технических музеев мира. В Петропавловской крепости стартовал 21-й международный коррельонный фестиваль музыка над городом. До 7 июля каждый вечер в 19.00 зрители смогут услышать мелодии, написанные специально для этого необыкновенного инструмента, а также аранжировки классических произведений. Вход бесплатный, завершится фестиваль концертом «Время Рахманинова». Уникальные экспонаты времен блокады сегодня представили в Метрологическом музее Росстандарта. Две диссертации, написанные в 43-м году, заняли почетное место под стеклом витрин. Сергей Ковалев и Владимир Пасынков защутили их ровно 80 лет назад. Мы сейчас прерываем наш выпуск, чтобы показать обращение президента. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительные и законодательные власти на всех уровнях. Твёрдую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически всё российское общество, всех объединило и исплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте, со словами «Ни шагу назад гибнут наши товарищи». Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в тёмную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и её будущего. Поэтому с самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществу. И каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства, ведёт авантюра, в которую их втравили. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признательно президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но, повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю. Это было обращение президента России Владимира Путина. Довольственных карточек или осколков зажигательных бомб среди пазлов войны и мира. Седьмая симфония Шестаковича и бегущий по заснеженному городу блокадный трамвай. Ленинград жил, вопреки яростному желанию стереть его с карты боевых действий. Мария Амбарнова расскажет. Летом 1941 года более 70 сотрудников Всероссийского НИИ имени Менделеева ушли на фронт. Остальные вступили в народное ополчение. Большинство из них погибло в боях на подступах к Ленинграду и в первую блокадную зиму. Несмотря на все тяжелые испытания, метрологи продолжали вносить вклад в советскую науку. 28 июня 1943 года инженер Сергей Ковалев защитил диссертацию по контролю частоты переменного тока. Накануне его наградили медалью за оборону Ленинграда. Это вот диссертация Сергея Петровича Ковалева. Он был сотрудником ИТМО. Его диссертация была защищена в 43-м году. Диссертанту была присвоена степень кандидата технических наук. Вообще в 1943 году ученый совет в НИИ имел... Было семь заседаний. Это была единственная организация в блокадном Ленинграде, где присуждали ученые степени кандидатов и докторов технических наук. Летом 43-го в институте защитили сразу две диссертации. Диссертантом был Владимир Васильевич Пасынков, сотрудник ЛЭТИ. Его диссертация была на тему влагоустойчивости изолирующих материалов при различных температурах и их заменители в условиях блокады Ленинграда. Но само название говорит о том, насколько актуальна эта диссертация была в блокаду. Ученые трудились без отдыха, только с перерывом на время бомбежек и артобстрела. В 1941 году на территорию института было сброшено 178 зажигательных бомб. Кроме оборонных заказов для блокадного города и фронта, институт снабжал ленинградцев самым необходимым. Из 25 лабораторий в годы блокады смогли продолжить работу только 12. В одной из них сотрудники в НИМ разработали свой рецепт спичек, которые тогда были в дефиците. Всего для жителей блокадного Ленинграда метрологи изготовили почти 20 тысяч коробков. В единственном в стране метрологическом музее собрано около 200 ценных экспонатов. Это приказы, фотографии, протоколы, научные отчеты и измерительные приборы. Мария Амбарнова, Алексей Кривощоков, Анатолий Рябинко, телеканал «Санкт-Петербург». В Петербурге отчествует выдающегося танцовщика, народного артиста России Фаруха Рузематова. По случаю юбилея премьера Мариинского театра подготовлено сразу два бенефиса. И примечательно не только состав участников творческих вечеров, но и место их проведения. Голокружительные балетные па будут исполнены под чарующую музыку в гербовом зале Государственного Эрмитажа. Александр Атлагишиев увидел. В гербовом зале Зимнего развернулись настоящие шекспировские страсти. Звезды мирового балета на языке хореографии говорят на вечные темы любви и ревности, благородства и предательства, соблазна и невинности. Самым известным Мавром в балете после Хосе Лимона был Рудольф Нуриев. Теперь его наследником стал Фарух Рузематов. Венецианский Мавром, например, один из моих любимых балетов по мотивам Павана Мавра. Но последние четыре года, в связи с тем, что с 2020 года не было возможности танцевать, то есть мы теперь этот балет возрождаем. И для меня танцевать роль от Элла всегда было большим счастьем. Своебразный подарок для бенефицианта преподнесли коллеги по сцене и друзья. Партию Яга исполняет Иван Васильев, прекрасную Дездемону Ильза Лиепа, а ее подругу Кристина Махвеладзе. Грандиозная в своей простоте и величие музыка английского композитора 17 века Генри Пёрсела звучит в исполнении оркестра старинных инструментов под руководством петербургского барочного скрипача Сергея Фильченко. Кульминация вечера, мировая премьера «Король танцует». Автор обстановки на музыку эпохи французского барокко вдохновил одноименный фильм о взаимоотношениях короля солнца Людовика XIV и двух гениев его королевства, композитора Люли и драматурга Мольера. К номеру готовились с особой тщательностью. Специально для короля был шит костюм. Этот образ, ему больше 300 лет, он уже где-то летает в атмосферу, этот образ короля солнца. Он всегда немного разный, но в то же время есть что-то в нем такое уже мистическое, мифическое. Он где-то есть, от него просто разные художники могут взять что-то, какой-то ракурс. Премьера Рузиматова всегда событие. Быть лучшим ему позволяет редкое сочетание техничности и артистизма. Сам мастер держит для себя особую планку, которой, как говорят его друзья, порой слишком высока. По его мнению, регулярные репетиции и физические нагрузки, конечно, важны. Но главное, чем дольше твое тело значимо для тебя, тем дольше ты в нем существуешь. За 40 лет Фарок Рузиматов станцевал ведущей партии в главных спектаклях классического репертуара. Сейчас он передает свой опыт в роли доцента кафедры классического и дуэтно-классического танца в Академии Вагановой. Александр Атлагишиев, Андрей Жохов, Евгений Винокуров. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге стартовал Деминифест. Фестиваль, посвященный 125-летию Евгения Демини, открылся спектаклем Екатеринбургского театра кукол. Гоголь, триптих. Все постановки из фестивальной программы пройдут на сцене театр марионеток. Ну и, кстати, 104 сезон там посвятили юбилею актера, режиссера и создателя первого государственного профессионального театра кукол России. В программе фестиваля постановки театров кукол, в том числе из Нижнего Новгорода, Иваново и Пскова, созданных при участии выпускников курсов, открытых Евгением Демини в далеком 27-м году. Подробнее о программе Вероника Озерова. Зачем вы меня обижаете? Открыл фестиваль Екатеринбургский театр кукол в Петербург. Он привез пятикратного номинанта «Золотой маски» спектакль «Гоголь, триптих». Постановка рассчитана на взрослого зрителя и объединяет три произведения великого классика – «Шинель», повесть о капитане Копейкине и записке сумасшедшего. Очень напряженная, пронзительная тема. Финал не самый радостный, как и большая часть творчества Николая Васильевича Гоголя. Поэтому спектакль, мы его любим. Он сейчас много ездит по фестивалям, по гастролям. Капитана Копейкина играет Валерий Паленков. Его персонаж – маленький человек, который лишился на войне 1812 года руки и ноги, может рассыпаться прямо на сцене. У нас такой образ капитана. Кукла необычная, она у нас рассыпчатая, очень обладает своим характером. Это происходит прямо на глазах у изумленного зрителя. Кукла распадается. Что может делать театр кукол, чего не могут делать драматические театры, даже очень хорошие, даже гениальные. Мы можем визуализировать какое-то образное внутреннее состояние персонажа. Екатеринбургский театр кукол в 30-е годы открыли ученики Евгения Демини. Всего благодаря курсам выдающегося режиссера по подготовке актеров-кукловодов в Советском Союзе появилось более 11 театров. На первый фестиваль «Деминифест» свои спектакли привезли четыре. Из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пскова и Иванова. Ивановский театр, который в нашей биографии занимает большую роль, потому что часть военные годы, часть времени театр работал у них. И даже во время работы в этом театре Евгений Сергеевич поставил два спектакля на сцене этого театра. Хочу поблагодарить комитет по культуре, правительство города Санкт-Петербурга, что нас поддержали в таком оригинальном, в таком необычном фестивале. В рамках «Деминифест» пройдет также мастер-класс по искусству управления марионеткой. А в Доме актера открыли выставку уникальных кукол из коллекции театра. 30 числа там пройдет авторская экскурсия Фаины Костиной, актрисы и первой ученицы Евгения Демини. У нас нет музея, но есть коллекция, которая сохранена с помощью Евгении Сергеевича и наших всех актеров. Даже прошла через войну, и ни одна кукла не была сожжена, хотя она была сделана из дерева. И они выступали и на фронтах. В общем, у нас богатейшая история в театре. В финальный день фестиваля Петербургский театр покажет спектакль «Гулливер в стране лилипутов», который считается одной из лучших авторских работ Евгения Демини. Вероника Озерова, Артур Хабибов и Анатолий Рябинко. Новости телеканал Санкт-Петербург. В Центре оказания помощи морским млекопитающим прошел выпускной для Нерпы. В естественную среду обитания отправились Мартын, Крестовский и Лавров. Кольчатые Нерпы в Репинский центр. В реабилитации попали в апреле ослабленные и истощенные. За два месяца на особом питании малыши набрали по 10 килограммов и стали самостоятельными. За выпускным ластоногих наблюдала наш корреспондент Мария Марченко. От Центра реабилитации морских млекопитающих в Репино до Бухты Владимирской на Ладожском озере Мартын, Крестовский и Лавров преодолели больше 100 километров. «Близко сейчас не напирайте, потому что они очень такие злые у нас ребята». Это сейчас балтийские нерпы показывают характер. Когда истощенные малыши только попали к людям, с трудом оказывали сопротивление. Имена животным дали по названию мест, где их обнаружили. Одного рядом с деревней Лаврово Ленинградской области, другого сняли с Альдины у набережной Макарова. Два месяца детеныша провели в Центре реабилитации морских млекопитающих в Репино. И вот оно, долгожданное возвращение домой. «Так, все, друзья. Сдачи вам. Море там». Первым клетку покинул Мартын Крестовский. Лавров нервничал и не сразу решился пойти в воду. «Да ну как она медленькая? Она немедленная. Водя она быстрая. Тойстенькая, она быстренькая». «Поносите, смотрите. Водя она быстрая. Как бабы, кто ты ее должна обгонить?» «Каждая нерпа, она имеет свой характер, имеет свой темперамент. Вот, некоторые повторяются, некоторые нет. Но здесь вот вы видели, да, два варианта. Один быстрый и смелый, другой чуть-чуть более осмысленный, задумчивый. Но, тем не менее, он тоже ушел, поэтому этот выпуск был, скажем так, идеальный». Зоологи не сомневаются, впереди у выпускников долгая и счастливая жизнь на воле. Они умеют охотиться, но главное – Мартын Крестовский и Лавров. Остались дикими животными и вряд ли повторят судьбу крошика и шлисика, которые вернулись к людям. «Хорошие условия для начала самостоятельной жизни, потому что еще месяц не будет штормов таких сильных, много, скажем, молодой глупой добычи, теплая вода. Они в прекрасной идеальной форме». В бухте Владимирской выпускников будут и пища, и компания, шутят специалисты. В Ладожском озере обитают от 5 до 8 тысяч балтийских кольчатых нерп. К большой радости специалистов в Центр реабилитации в этом году попали всего 9 животных. Сейчас там остаются 4 балтийских кольчатых нерпы – Кирик, Кнопочка, Невский и Кокарев. Владожское озеро их выпустят в июле. Мария Марченко, Евгений Чернов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Король на балу цветов в Ботаническом саду Петра Великого открылся фестиваль пионов. Роматная экспозиция объединила в общей сложности почти 400 сортов растений удивительной красоты, большинство из которых, выведенные в частных коллекциях, коллекционируют их уже без малого 15 веков. Сколько всего существует разновидностей пионов, не скажут даже селекционеры. Ведь их выводили к праздникам в честь выдающихся людей. Их передавали по наследству, прописывали отдельной строкой в завещаниях. Они теряли корни во имя спасения человечества. Александр Буренин выяснил, встретить этот цветок можно даже на государственной символике некоторых стран. Любовь к пионам пришла из древнего Китая. Там их называли императорскими цветами или же цветком 20 дней, так как пионы могли долго не вянуть. Считаются они и символом женской удачи. Говорят, девушки оформляли ими комнаты, чтобы завоевать мужчину. Ну а, например, в США, в Индиане пионы уже более полувека официально символ штата. Выставка настолько популярна, что к пионам приходится пробираться. Людей гораздо больше, чем цветов. Пионы и глаз радуют и обоняние. Каждый посетитель выбирает, что ему ближе – приглядеться или прислушаться к аромату. Считается, что пионы пришли в Россию при Петре Первом на самом деле несколько раньше. Правда, изначально предназначение было далеко от декора и букетов. Больше ценились корни. Доподлинно известно, что в России уже при цепи Петра Первого Алексея Михайловича в аптекарских огородах выращивались пионы. В первую очередь, как лекарственные растения, потому что лечебные свойства и успокаивающие свойства пиона были известны очень давно. Корни пиона. Настойка пиона. На выставке представлены цветы в основном из частных коллекций. Некоторые выводились годами. Специалисты напоминают – пион радует глаз, но требует терпения. Иногда, чтобы увидеть всю полноту, нужно 5-6 лет выращивать это растение. Но зато его можно смело завещать внукам. Бывают очень крупные цветы, которые нужно подвязывать. А бывает, например, японская форма цветка. Он такой облегченный. И за ними уход будет более простой. Представлены на выставке и советские пионы. Нет, не только красные. Внешне, как нам объяснили, они выглядят максимально спокойно, как будто со страниц учебников ботаники. Но выделяются названиями. Например, юбилей революции и памяти Гагарина. Притом, космический цветок опередил полет в космос на 4 года. Его вывели в 57-м. Но долгое время он носил просто порядковый номер. И лишь спустя годы достиг стратосферы в названии. А вообще пионы – одни из самых популярных цветов в подарок. Об этом наверняка невзначай услышит каждый мужчина после завершения осмотра экспозиции по дороге домой. Александр Буренин, Сергей Улитин, Михаил Осипов, Александр Елисеев, Телеканал Санкт-Петербург. Ну а прямо сейчас о погоде. Завтра в Петербурге местами кратковременные дождь. В отдельных районах ожидается гроза, ливни и град. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, ночью плюс 14-16. Атмосферное давление будет понижаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между тем, в студии уже Лидия Вельба. Это значит, что настало время новостей, которые повышают степень нашей защиты. Добрый вечер, Лидия. Приветствую, коллеги. Криминальную хронику Петербурга изложу в ближайшие 10 минут в прямом эфире. ... ...